Лиза Арзамасова В возрасте книжной героини играет Джульетту в знаменитой пьесе «Ромео и Джульетта». Лиза – многогранный человек. Занимается боксом, пишет иконы и активно занимается благотворительностью. С Родионом Газмановым посещает дома престарелых. Артистка – постоянный участник «Амурской осени». В рамках фестиваля этого года с Максимом Колосовым читала стихи о любви. Я помню каждую деталь. Ну, возможно, конечно, я сейчас понимаю, что что-то спустя время дорисовывается. Возможно, все было не так прекрасно и не так, как мне это представляется сейчас. «Мама, я уезжаю. Я уезжаю в Москву с ним. Я уехала в Москву с человеком, которого люблю». «Мама, мама, мама! Я уехала в Москву с человеком, которого очень-очень люблю». «Мое детское восприятие всего того, что происходило тогда на солнечной площадке, было каким-то просто... мне все представлялось волшебным». «И если мы произведем дитя, назовем его Андреем или Анной, чтобы к сморщенному личику привит не позабыт был русский алфавит, чей первый звук от выхода продлится, и стало быть, в ведущем утвердится. Будем в карты воевать, и вот нас вместе с козырями несет от берега извистость, от риха. И наш ребенок будет молчаливо стоять, не понимая ничего, как мотылек колодец в халатах». «В музыкальной школе через полгода учительница вызвала на разговор маму и спросила, почему через полгода обучения в музыкальной школе ее ребенок не знает, на какой строчке пишется нотка «ми». И мама сказала, у меня к вам встречный вопрос. Почему мой ребенок через полгода обучения в вашей школе не знает, где пишется нотка «ми»?» Мы пришли домой, и меня ждала проверочная работа со стороны родителей, и мама сказала, давай напиши мне, пожалуйста, на какой строчке «ми» находится. Я вроде как выполнила это задание правильно. Она говорит, так что же ты в классе-то пишешь в другом месте ее? Я говорю, так же красивше. То есть мне казалось, что она должна быть совсем не на том месте, на котором она должна находиться. Ну, ну же! Вот я дура, а! Галь, ты не дура. Я предательница. Галь, ты не предательница. Маш! А? Я целовалась с Сыржи, в то время как сама встречаюсь с Павлом Сергеевичем. Ой! Галь, да и не предательница ты! И хватит так убиваться. В этой ситуации есть выход. Да? И какой же? Смотри, мне делятся в их семь дней. Три дня ты встречаешься с Сыржей. Три дня ты встречаешься с Сыржей. Нет! Я так не могу. Это неправильно. Я должна пойти к Сыржи и признаться, что я уже с другим. Я говорила родителям, что хочу в телевизор, вот, но не знала, как это называется, вот, стать актрисой, не актрисой, вот. А тут уже ребенок в 4 года сам самостоятельно не может пойти на кастинг, выучить текст, записать, написать себе резюме, сфотографироваться правильно, вот. Это, конечно, спасибо большой маме. Хотя на первой съемочной площадке она меня, вот, как раз тогда, вот, это был фильм «Ковчег», мы снимали, да, мне было 4 года, и она мне говорила, ну что, посмотри, в этом кино вообще ничего не интересно, скучно, холодно, и когда хочется есть, есть нельзя, когда тебе жарко, раздеваться нельзя, когда хочется пойти погулять, это тоже нельзя сделать, надо учить текст. Мне почему-то чем сложнее, тем мне было привлекательнее. Ладочка, стой, 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 Ладочка, стой, Ладочка, перестань, стой, Ладочка. Ладочка, стой, 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 стой. Ненавижу вас! Для начала я забрала все детского дома, мне там было не хорошо, зачем? Зачем? Ненавижу вас! Ненавижу вас! Ненавижу тебя! Уберила! Тварь! Я помню, состоялся очень серьезный разговор дома как раз с мамой. И мама мне тогда сказала вещь, которую я запомнила навсегда. Она говорит, Лиза, ты должна понимать, что по сути справедливости не бывает. Ну, она бывает в книгах, в литературе, как слово. Но ты должна помнить, что кому-то на земле всегда хуже, чем тебе. Особенно ты это должна помнить, когда тебе очень хорошо. Что вы такое? Я! Ой, Нюша, твой, сынок! А голос этот-то сквознячком надуло. Господи! Ребенок, которого я родила, его нет. То есть он не существует во времени и в пространстве. Его он нарисован компьютерной графикой полностью. То есть это первый опыт в российской индустрии создания человека компьютером. Развел матриархат. Катя то, Катя сё. Катя не приготовит, толком не умеет, не приголубить. Нормально у нас всё? Нормально, нет. Я, конечно, статистику не веду, но кроватка моя в двух метрах стоит. Тут ты чувствуешь себя вообще странно. То есть ты полностью выполняешь задачи режиссёра, веришь в его идеи, думаешь, ну ладно, окей. Он говорит, сейчас смотришь с любовью на это пятно на полу и говоришь, сыночек, пойдём поедим. Уже завтра, 26 октября, на сцену общественно-культурного центра выйдет Елена Степаненко. Блестящий юморист, без сомнения, порадует публику. Наш телезритель сможет попасть на концерт бесплатно. Для получения пригласительного достаточно первым сообщить, кто является супругом известной артистки. Номер для СМС на экране. Редактор субтитров А.Семкин